В армию с собакой у кировских призывников есть возможность нести службу вместе с четвероногим другом. В советское время такое часто практиковалось, а сейчас в армии не везде есть условия для размещения животных. Тем не менее, за последние пять лет два кировчанина все-таки отслужили вместе со своими питомцами. Один из них, Павел Винокуров, на днях вернулся домой и поделился впечатлениями с нашей съемочной группой. Ну давай лапу, ну что ты, ну молодец, молодец, молодец. Выполнять такую простую команду немецкая овчарка Рик уже отвыкла. Последний год пёс здоровался, как настоящий солдат, по стойке смирно, на задних лапах. В военную часть в Мородыково собака отправилась вместе со своим хозяином Павлом Винокуровым. Чтобы попасть в армию, друзьям пришлось серьезно потрудиться. У нас были тренировки по следовой работе, то есть по ушестому прокладывали след. Значит там в 5.30 мы уже в 6 вели собаку по следу. Вот занимались до 8 часов, шли занятия. Значит затем днем мы занимались общим курсом дрессировки. Немало усилий приложили члены клуба служебного собаководства. Они в прямом смысле подняли собаку на ноги и помогли Павлу обучить Ричарда выполнять различные команды. В клубе служебного собаководства могут заниматься как большие собаки, так и совсем маленькие. Дрессировка нужна для того, чтобы не доставлять проблем окружающим и чтобы самим собака была в радость. В клуб собаководы приходят со своими питомцами. Здесь с ними занимаются опытные кинологи. Таким уже стал и Павел. Молодой человек рассказывает, в армии уровень его подготовки в первый же день впечатлил генералов. Поэтому новобранец сразу получил должность старшего вожатого служебных собак. Попросили заняться, но, естественно, занимался собаками у меня было. То есть два ротвейлера, значит, и двумя, ну и два немца там, как бы. Всего семь вожатых служебных собак, то есть на каждого ориентировалось три-четыре собаки. Вот у меня было три чужих, один свой на мне. Служба с собаками на самом деле не редкость для российской армии. В советские времена животных активно готовили к защите страны. Кинологические отряды существовали как на границе, так и в пехотных войсках. ДСАФ раньше постоянно готовил ребят с собаками в армию. Во времена Советского Союза они служили на китайской границе. Мы готовим полноценных специалистов с хорошими рабочими собаками, которые не только могут нести службу, но и принести пользу, обучая других. Правда, сейчас попасть в армию именно со своим псом может не каждый. Собак для подготовки военнослужащих берут из специальных кинологических клубов Москвы. Чтобы пройти службу со своим кировским псом, нужно предоставить специальные документы, в том числе отзыв кинологической службы, который выдается после учебного курса.